Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова на пресс-конференции прокомментировала свое выступление в короткой программе на гран-при в Италии, где заняла третье место. Спортсменка допустила ошибку, прыгнув в каскад тройной луц двойной тулуп вместо заявленного каскада с тройным риттбергером. Сперва хотел бы поздравить Луну Хендрикс с днем рождения. Что касается проката, я недовольна. Конечно, я сделал большую ошибку на самом ценном прыжковом элементе, на каскаде. Я не делал их на тренировке, там все было хорошо. Это не техническая ошибка. Скорее, что-то в голове. Обычно я нервничаю на соревнованиях, но сейчас слишком много думала. Когда делаешь каскад с риттбергером, нужно просто брать и делать его. А сегодня я слишком много задумывалась. Почему не получился каскад с риттбергером? Как мне говорила Этерия Георгиевна, просто слишком много думаешь. Этот каскад настолько отработан на тренировках, что я могу сделать его из любого положения. Надо идти и делать. А я слишком много думала. Может, хотела сделать выше своих сил. Прыгнула двойной тулуп, просто чтобы не остаться без каскада. Хотела риттбергер, но что-то не получилось на приземлении. Поэтому добавила тулуп, чтобы не терять много баллов. Не было времени подумать особо. Я была очень горда в конце прошлого сезона. Это дало мне больше уверенности. Сейчас я не думала о том, что было раньше. Новый сезон – это новые соревнования. «Я прекрасно помню, как выступала здесь на финале гран-при. Вчера как раз думала, что вспоминаю свои ощущения и тогда. И понимаю, что сильно изменилось, стало увереннее. Привыкла к международным соревнованиям. Тогда больше нервничала даже на обычных тренировках. Сейчас все спокойнее проходит, когда ходишь по коридорам, к разминочному залу. Все кажется каким-то родным. Приятно вспомнить эти моменты», – сказала Щербакова. Майя Хромех также прокомментировала свое выступление. Майя, какие эмоции от дебюта на гран-при? Все прошло слишком быстро, и я пока еще ничего не поняла. Майя, всем ли довольны сегодня? Пятерку можешь себе поставить? Недовольна. Дорожка шагов, потому что она получилась на третий уровень. Так что пятерку поставить себе не могу. Четверка или три с половиной? Майя, о чем говорили с тренерами после выступления? Тренерами обсуждали мой прокат. Говорили о том, что я сделал не так. Обсуждали дорожку и вращение. Майя, какие планы по контенту на завтра? «Сделать тот контент, который я заявила. Два четверных тулупа», – сказала Хромех. А вот Татьяна Тарасова подвела итоги короткой программы женщин. Победа Хендрикса в короткой программе не катастрофа. Она была пятая на чемпионате мира в прошлом году. А Хромех вообще не ездила. Но вот занимает сейчас второе. Щербакова откатала без элемента. Она должна была сделать Луц Риттбергер, но у нее не получилось. Вот и ответ. «Завтра новый день. Будут делать элементы. Будут первыми. Ничего страшного не случилось», – сказала Тарасова. «Ну что можно сделать? Я ведь не в судейской бригаде сижу. Хендрикс каталась и каталась хорошо. Она ошибок не делала. А наша Аня Щербакова сделала. Не будем уже говорить про травму, которая была давно. Она должна была сделать Луц Риттбергер. Она на него заходила. Но у нее не получилось. Вот и все. Дебют Хромех прекрасно. Если бы я судила, то поставила бы ее на первое место. Но судят другие люди, профессионалы. Мы-то кто? Мы и у себя никто, и там никто», – цитирует Тарасову чемпионат. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала свое мнение о выступлении Анны Щербаковой и Майи Хромых. «Очень жаль, что Анна Щербакова не сделала каскад 3.3. У нее был уникальный каскад – тройной Луц и тройной Риттбергер. Но она в последний момент вместо Риттбергера стала прыгать тулуп, который у нее получился двойной. Поэтому она только третья. Прекрасная программа. Она очень красиво каталась. Все компоненты другие, очень высокие. Так бывает. Майи Хромых сделала все чисто, но мне кажется, она была несколько зажата. Бывает, когда она катается лучше. Я хорошо знаю эту программу. Очень ее люблю. Но как-то она аккуратничала сегодня. Мне так показалось. Наталья, вас удивило промежуточное лидерство Бельгийки Луны Хендрикс? Это очень сильная и интересная спортсменка, которая на протяжении многих лет уже выступает на международной арене. Сегодня она была убедительная. Наталья, какой ваш прогноз на произвольную программу? Очень верю в то, что первое и второе место будет за нами. Желаю успехов нашим девочкам, сказал Бестемьянова. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 Александра Трусова возобновила тренировки на льду после травмы ноги. По информации Матч ТВ фигуристка не тренировалась чуть больше недели. Вернувшись с этапа Гран-при Скейт Эмерика, Трусова занималась восстановительными процедурами. Будем надеяться, что самое страшное позади и сейчас спортсменка чувствует себя намного лучше, а рецидива не случится. Следующий старт у фигуристки НХК Троуфи в Японии, который пройдет на следующей неделе с 11 по 14 ноября. При этом наша сборная вылетит в Японию 7 ноября. Времени на подготовку у Александры Трусовой остается не так уж и много. Анна Щербакова и Майя Хромых дали интервью перед началом Гран-при в Италии. Перед стартом третьего этапа взрослой серии Гран-при первый канал выпустил видеоанонс, где взял интервью действующей чемпионки мира Анны Щербаковой. Они задали много разных вопросов, не связанных с фигурным катанием, где спортсменка описала свой идеальный выходной, порассуждала на тему известности, рассказала об увлечениях, на которые не хватает времени, и назвала качество, которого ей не хватает. Как выглядит твой идеальный выходной? Спать часов до 11, наверное. Проснуться с чувством, что я никуда не тороплюсь, у меня ничего запланированного нет. Спокойно позавтракать, погулять, то есть это максимально спокойно, без забот. Чувствую себя спокойнее, когда нет ничего запланированного в расписании. Можешь вспомнить утро, когда ты поняла, что проснулась известной. Нет, такого резкого точно не было. Наверное, после соревнований иногда бывает момент, просыпаешься и нужно несколько часов, чтобы разгрести то, что написал, кто поздравил или где-то отметили. В эти моменты чувствуешь огромную отдачу со стороны поклонников. Как относишься к тому, что тебя узнают? На соревнованиях? Шоу ты всегда готов к тому, что после выступлений тебя будут встречать дети или поклонники. С другой стороны, нельзя к этому привыкнуть. Встречает огромная толпа, на тебя смотрит с придыханием, все равно немного не верится. А в обычной жизни это происходит не так часто. У меня нет проблемы, что я не могу куда-то сходить, потому что меня все узнают. Было такое, что ты кого-то узнавала, но стеснялась подойти. Бывает такое. Если я вижу актеров, исполнителей, мне очень сложно подойти и попросить сфотографироваться, не по себе что ли. Не знаю почему. От того, что я знаю, что стесняюсь подойти. Часто если вижу детей, которые стоят, и их мама. Давай, подойди. Я очень их понимаю и беру все в свои руки. Привет, как ты? Подходишь, фотографируешься? Так понимаешь этого маленького человечка, который стесняется. Рассказала Щербакова. Плющенко ответил на сториз команды Тутберидзе об уважении к возрасту. Последние несколько дней не утихают обсуждения интервью Жулина, в котором тренер предложил давать дополнительные баллы возрастным фигуристкам. Ранее команда Тутберидзе в Инстаграм выложила сториз с легким троллингом картинкой, где говорилось, уважать возраст нужно обязательно и уступать место в общественном транспорте. Евгений Плющенко решил отреагировать на шутку Тим Тутберидзе и выложил исправленную версию картинки, где написал, уважайте легенд. Когда ими станете, смысл поймете. Не совсем понятно, что Плющенко имел в виду, подписав бабушку СССР, добавив олимпийские кольца и надпись «Поезд Москва-Пекин». Мария Бутырская верит в успешные выступления Щербаковой на Гран-при в Италии. Чемпионка мира 1999 в женском одиночном катании Мария Бутырская оптимистично настроена накануне третьего этапа Гран-при в Италии, где должна выступить Анна Щербакова. Мария считает, что переживать за действующую чемпионку мира не стоит, она не случайно взяла этот титул в Стокгольме, у нее сильные и бойцовский характер. Все знают, что она болела и позже начала сезон. Но мы все знаем характер Ани. Она молодец, что не отказывается от стартов, пусть и находится не в лучшей своей форме, все равно соревнуется. Очень надеюсь, что она восстановится. Нужно наверстывать, но Щербакова справится, я в нее верю. Прошлый сезон она закончила отлично, и мы все ждем продолжения. Не надо так сильно за нее переживать. До чемпионата страны время еще есть, так что шансы на отбор в Пекине ни у кого не потеряны. Не стоит делать далеко идущих выводов до выступления на старте сезона. Не нужно паниковать, а нужно поддерживать. У нас же любят клевать своих же спортсменов. Давайте не будем забывать, кто есть действующая чемпионка мира, сказала Бутырская. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!